Ну что ж, друзья, сегодня я хочу показать вам самый-самый доступный бюджетный жилой район в Праге. Здесь реально строилось самое дешевое и бюджетное жилье эконом-класса вот в этих зданиях. Это район Крейчарок, это, по сути, бывшая промзона, и здесь куча промышленных объектов, рядом железная дорога. И вот эти дома справа с таким достаточно скучным дизайном всегда мне интересовали, потому что мне они удивлялись своим, как бы, достаточно таким отсутствием дизайна и мрачностью. Я вот специально для вас приехал в этот район, чтобы посмотреть, как здесь живут люди, что здесь, в принципе, в этом районе есть, и, соответственно, показать, какие цены, за что вы можете заплатить деньги, получить это жилье. Какие плюсы у этого района? Ну, конечно, инфраструктура, здесь рядом автобус, остановка, трамваи, до метро ехать, правда, 10 минут на автобусе, на трамвае, ну, до центра города у вас получится примерно 10-15 минут, то есть здесь все рядом. Я вот сейчас еду на машине, если проехать еще буквально минут 10, я буду практически на Водславской намнести, в центре города. Как видим, здесь такой район достаточно, ну, европейский, но с таким налетом пофигизма, то есть парковка на газоне, достаточно дороги здесь среднего качества, хотя их отремонтировали. В целом все выглядит довольно мрачно, хотя вот слева здесь неплохой такой большой парк, наверху можно погулять, покататься, и с этой сопки открывается очень неплохой вид на Прагу. Здесь справа уже трамвайная остановка Крэйчарок, до нее идти пешком минут 10, наверное, вот этого жилого квартала, и дальше я уже еду в саму, как бы, жилой район Праги, очередной, через этот небольшой лесок, там уже до центра всего ничего осталось. Так, ну вот сам район, сейчас сюда буду заходить, посмотрю, что у нас здесь есть. Вот сразу видно внизу заезд в район, вот дорога, где народ паркуется, и вот здесь подземный паркинг этого жилого квартальчика. То есть, сколько здесь? Три, шесть этажей в доме, и посмотрим, что он собой представляет. Это вот дизайн от застройщика, как он бетон делает, заваривает. Вот такой вот вход. Сразу говорю, очень такой похожий стиль конструктивизма, не знаю, начал 20-го века, 30-х годов. То есть, бетон, ровный бетон, ровные линии, минимум изысков, минимум ломаных линий. Вот пример, например, парковочка линий такие гнутые, а здесь все прям по линейке сделано. И вот сейчас зайдем, поглядим, что находится внутри. Сразу по деньгам. Квартиры в таком доме, когда он начинал только строиться, стоили полтора-два миллиона крон. Самая дешевая студия, 30 квадратов. Это 2 миллиона крон, 6 миллионов рублей, грубо говоря. Так, вот сюда пришли. В чем прикол? Квартиры на первом этаже имеют такой вот маленький садик. Это называется заградка. Здесь люди делают шашлыки. Вот даже видно, шашлыки все оформляют. Ну, довольно все уютно. И вот этот бетонный забор, он как бы нас закрывает от нашего этого трафика. Так, вот сам забор. Здесь уже что-то цивилизованное сделано у людей. Квартиры здесь все небольшие. Они называются инвестиционные. То есть, это квартиры, которые, как правило, покупают, если хотят вложить деньги. Ты, когда покупаешь здесь квартиру, она автоматом дорожает в полтора-два раза в середине несколько лет. Ну, в полтора, честно скажу. Вот такие балконы, почтовые ящики, сам подъезд. Подъезд, понятное дело, без лесенок. Вот, опять же, заградки, первые этажи, вот такие заборчики. То есть, здесь фишка какая? На первом этаже может быть студия, крохотная, маленькая квартира. Вон даже там играется мама с ребенком. А внизу у вас еще садик. Вот железная дорога. Видно, что она неактивная, то есть, это не скоростные пути. И просто вот железная дорога. Какая-то такая. Собственно, вот. Я еще отмечу, последний этаж. Фишка даже бюджетного жилья, что на верхних этажах часто делают что-то вроде пентхауса. То есть, там квартира высшего класса, как правило, более высокого бизнес-уровня. Там есть два уровня. И вот видим, какие окна двойные сделаны. То есть, окна в пол, они везде, в принципе, организованы. И вот видно, что как дворики оформляют. О, вот смотрите, как клево сделано. Вот, например, здесь. Вот человека полноценный турник сделан. И, кстати, вон из квартиры какой-то выход с водой, либо там с этим. Клево турник. Так, можно потренироваться на свежем воздухе вообще без проблем. Ну, как мы видим, двор без машин. То есть, несмотря на такой дизайн, можно создать такой дачный уют. То есть, в этом плане все очень неплохо выглядит. Мне нравится. Вот так скажу. Причем, еще в чем нюанс. Дома утоплены. Я когда иду по этим дорожкам, я не слышу. Ну, машины приглушены. То есть, их слышно, но вот здесь как бы немножко идет защищенность от проезжей части. Здесь сделаны кустики, которые будут летом зеленеть. И, в общем, еще один жилой блок. Здесь получается раз, два, три, четыре, пять. Четыре, пять зданий. Пять. Пять жилых домов. Господи, я вот куда не иду, везде люди, тут по моей дороге. Хочу вот пройти специально, чтобы никого не было. И, как назло, все сворачивают сюда. Квартиры все небольшие, потому что, когда я проезжаю на машине мимо, видно, что там, ну, не очень большие комнаты. В окнах видно, многие как бы шторы не любят в Европе. Поэтому все очень это видно. Вот тоже прикольно сделано. Вот прикольно вот так сидишь. И соседей своих знаешь. То есть, как бы, получается почти такая уютная деревенская атмосфера. А здесь уже какой-то садик сделал народ. И вот такое ощущение, что даже объединили вместе заградку. То есть, убрали забор. Видимо, соседи решили вместе тусить. Как-то так. Очень прикольно сделано. Так вот, мое такое мнение, что впечатление очень позитивное. Я когда здесь мимо проезжал, мне это казалось таким, знаете, типичным вариантом современного гетто. Но в чем тут плюсы? Ну, тут транспорт, автобусы, трамвай. Это бывшая промзона, которая сейчас в Праге активно все застраивают, облагораживают. Но это как выглядит? То есть, это промзона из разряда, которая ничего не производит. То есть, не заводы, которые делают там Шкода, да, либо электронику. А именно склады, старые какие-то вот эти мастерские, которые занимались таким полукустарным трудом. То есть, то, что сейчас делают нормальные современные станки роботы. И вон видно квартира, включен свет. Видно, что последний этаж, какие там огромные потолки. Даже, ну, короче, этого не видно. Но, короче, там как пентхаус. В общем, там клево сделано. То есть, получается, что как бы дом, квартал жилой очень бюджетный. Грубо говоря, квартиры, еще раз напомню, стоили 5 миллионов рублей. Ну, то есть, полтора-два миллиона крон. Средняя цена 4,5-6. Здесь, я смотрел, здесь ничего уже не продается. Все раскупили. И вот, соответственно, здесь как бы у нас такое уютное место. А сразу в чем прикол. Вот это бетонный забор. Что он означает? Забор. Под этим забором находится огромная парковка. Наверняка там 2 или 3 этажа. То есть, ни одна машина не паркуется на улице во дворе. То есть, у вас всегда есть место. Место стоит, когда я покупал у себя парковочное, стоило 200 тысяч крон. 600 тысяч рублей. Это где я живу. Вот ипотека у меня ближе к центру, ближе к метро. То есть, там более дорогая земля, скажем так. Здесь, думаю, парковка стоит 150 тысяч крон. И можно снять ее в аренду. То есть, 150 тысяч крон, это 500 тысяч рублей примерно. 400-500, да? И всегда можно снять парковочное место за 1000 крон в месяц. 1000 крон в месяц. Это у нас... Кстати, вот поезд едет, смотрите. Как он едет? Он шелестит. Но без стука. Ну вот, примерно такой звук ждет всех обитателей этих квартир. Скажу так, звук не самый опасный, потому что... Вот я живу в квартале, где поездов нет рядом сейчас. Они есть, но там далеко. И когда проезжает какой-нибудь старый пердун на дизеле, то это гораздо более жестко слышно, чем то, что мы видим. Вот тут вообще прикольно сделано. Целая эта клубная вечеринка здесь можно организовывать. Вон, маленький огородик. Целое вот это семейное гнездо для увлечений. То есть, здесь реально можно пикники проводить. Вон, и вон кухню видно. Все очень клево выглядит. А вот конец жилой зоны. Здесь уже начинаются там другие здания. И вот, получается, ты живешь в таком вот закрытом дворике. Кстати, я вижу, что на машине заезжать можно. Видимо, заезды, они подразумеваются. Ну, там, допустим, кого-то выгрузить или в багаж. Допустим, вы приезжаете на такси, вас, как говорится, до подъезда завозят. Так, это у нас дерево. Что могу сказать, что мне здесь нравится? Дизайн сделан а-ля конструктивизм. В целом, плюсы есть. Смотрится все довольно стильно. Опять же, плюс, который я считаю главнейшим, это малоэтажность. То есть, все ваши вот эти дворики, которые внизу, они все являются солнечными. То есть, никто ничего не закрывает. У вас все видно, все слышно. То есть, у вас, получается, достаточно все красиво выглядит. Ну, и, соответственно, самое главное. Мало людей живет. То есть, у вас дворы свободные, нет ощущения толкучки. Скорее всего, гопоты нет. И маргиналов нет. И я так вижу, что все довольно чисто. То есть, грязи вообще здесь никакой нет. Кстати, вот, это приехала доставка. Это приехали, привезли еду. То есть, как бы... Кстати, вот и автобусная остановка. Прямо здесь расположена. Ну, еще прикольный момент. Это вот это растение, которое люди в Праге обожают его сажать. Плющ, по-моему, называется это. Он растет по бетонным стенам. Прилепляется вот так вот. Там такие у него присосочки. Клево смотрится. И потом стена будет вся зеленая. То есть, очень круто выглядит, когда все покрыто зеленью. И некоторые не любят, но я считаю, это уже атовизм такой. Вот так, у нас же спутниковая тарелка есть. Видно, что есть квартиры с мелкими балкончиками. Точнее, их балконов нет. Можно просто открыть и подышать. Здесь балконы побольше. И вот, обращу внимание, наверху балкон огромный. Там прям пентхаус. И видно, что прям терраса. Это не балкон, а объединенная огромная терраса. Еще что интересно. Там ничего не стоит. Я ничего не вижу там. Такое ощущение, что либо там еще квартира не продана, хотя вот окно открыто. Либо просто владельцу пока не до того, чтобы сделать там какую-то, не знаю, дизайн. Ну и вот эти, опять же, скамейки. Довольно прикольно выглядят. То есть можно посидеть, посмотреть, повтыкать на травку, на заросшую вот этим плющом. Соответственно, заборчик бетона. Короче, для ультрабюджетного жилья, мое мнение, выглядит все очень неплохо. То есть какие здесь плюсы? Опять же, давайте повторю, чтобы было понятно. Во-первых, это не жопа мира. Вы находитесь в 10 минутах от центра на автобусе. То есть вокруг вас, по сути, город. То есть никаких полей нет. Если вы хотите купить квартиру в поле, у вас даже будет еще более крутой вариант. Второе, это малоэтажность. Я считаю, это залог отсутствия гетто. То есть когда у вас только малоэтажей, вот вы смотрите на эти все балконы, и у вас возникает состояние, ощущение уюта. Вот эти дворики внизу и так далее. Здесь вот пусто, вот там всякие вот эти сделанные, как они называются, шашлыки. Полочки, у кого даже вон мастерские. То есть можно делать различные тут мероприятия. Я, кстати, специально обхожу людей, но чтобы не снимать их. Потому что не хочу тыкать камеры в лицо. Потом, и следующий момент. Все дворы без машин. Вот там машина стоит, она приехала, видимо, на некоторое время. Вот эта машина приехала прямо при мне, когда я приезжал. То есть во дворах у вас никто здесь не паркуется. Грязи нет. У вас можно вот здесь во дворах бегать, играть. Если у вас дети есть там, все как бы очень культурно выглядит. Я считаю, это клево. То есть, вот я честно скажу, положу, как говорится, руку на большую грудь третьего размера, что вот в таком доме я предпочел бы жить с большим желанием, чем в какой-нибудь засранной многоэтажке где-нибудь на окраине в Питере. Ну, у меня просто свои требования к качеству жилья. У разных людей они свои. И вот, кстати, внизу подземная парковка. И есть маленький бонус для обладателей электромобилей. Он бесплатная парковка с зарядкой. То есть он может сюда приехать на Тесле и зарядиться. Короче, очень уютно, культурно выглядит. И я напомню, что это бывшая промзона и один из самых страшных жилых кварталов в Праге. Просто я реально здесь мимо проезжал. И мне он всегда не нравился. Ну, потому что выглядело очень-очень непрезентабельно. Прикол в том, что примерно так же выглядит и мой район Новохарфа. Если на мою Новохарфу смотреть снаружи, я когда туда приехал осенью или где-то в дождь, я вышел на остановке трамвая. И такой выхожу, думаю, блин, что за промзона, что за жесть. И потом, когда вошел во дворы, я понял, елки-палки. Снаружи может быть не очень, а внутри просто кайф. Зеленые дворы минимум, машины и так далее. Ну, вот народ опять же паркуется здесь. Видно, что не все места в паркинге покупают по разным причинам. Понятно, это выбор каждого человека. Я думаю, здесь много приезжих. Ну, и самое главное, многие здесь квартиры просто снимают. То есть, опять же, как и говорил, это инвестиционное жилье. Но что самое главное, вот просто самое главное, здесь предусмотрена парковка. То есть, как бы, знаете, это ультрабюджетное жилье. Это просто считается жилье, там, ну, полтора миллиона крон, два миллиона крон, это просто смешные деньги. И они сделали подземную парковку. Ну, то есть, как бы считается это... И вот, кстати, дальше виднеется элитный дом. От Central Group. Вот такой желто-белый, с желтыми прямоугольниками. Это как раз считается очень дорогое жилье. Наверху находится пентхаус за 15 миллионов крон, если я не ошибаюсь. Ну, почти 50 миллионов рублей. И прикол в том, что он расположен, вот если смотреть его по локации, хуже, чем мой потечный дом сейчас. Потому что у него впритык, во-первых, находится дорога. Там, правда, скорость 50 километров в час, но тем не менее. Ну, и второй момент. Там, опять же, та же железная дорога, еще ближе, чем у меня. Потому что, если у меня окна выходят во двор, то там окна у тебя будут выходить на вот эти все пути. Как-то так. Все прикольно, видно в депо. Короче, кто любит железные дороги, у тех здесь будет в кайф. О, потусить. О, мне засылку скоро привезут. Почту. Вот так вот все это выглядит. Так что, кому было интересно, рад. Кому не было интересно, ну что ж, погрустим вместе с вами. Надеюсь, что видео было познавательным и интересным. В самой квартире внутри я не был, но постараюсь найти в интернете фотографии квартир, как она расположена внутри, и выложить в этом же видеоролике. Друзья, теперь давайте посмотрим, какие квартиры предлагаются в этом районе. Район метро Высочанска, улица Высочанска, это район Корычарок. И что меня удивляет, здесь всего одно предложение на продажу и одно предложение на аре. Вот давайте посмотрим, что здесь продается. По квартире здесь ничего удивительного нет. Квартира 29 квадратных метров. Это студия. То есть, она реально крохотная. Давайте откроем ее, посмотрим, как она выглядит. Даже вот, смотрите, в 3D сделали. Можно по ней погулять, посмотреть, что она собой представляет. То есть, вот наша студия. И она стоит 4,5 миллиона крон. То есть, это практически 15 миллионов рублей. Нюанс в том, что когда эти квартиры только дом строился, только они начинали продаваться, их стоимость составляла около 2 миллионов крон. То есть, 6 миллионов рублей. То есть, цена была сопоставима с ценой, которую, ну, в принципе, можно купить и в России жилье. Сейчас цена подорожала. Это говорит о том, что инвестиционная недвижимость – это реально не пустой звук в Праге. Вы купили квартиру, и она подорожала в два раза. Через буквально два года. Давайте посмотрим, что она собой представляет. Квартира реально маленькая. Это такая типичная студия. Ну, как вот видно, что здесь пылесос. Слева шкаф. Небольшая барная стойка. Кухонька сделана. И, опять же, напомню, это квартира, которая продается. И вот здесь кровать. Скажу честно, скажу честно, меня удивляет вот такого огромного размера кровать в квартире студии. То есть, если бы я покупал квартиру-студию, я брал бы, конечно, бы диван. То есть, который раскладывается. Сейчас получается, что люди не могут сесть на диван, посмотреть тот же телевизор, ну, потому что, мать его, нету места. То есть, как бы это все занимает. Ну, и, по крайней мере, брать кровать чуть более компактную в этом отношении. Давайте выйдем на балкон. Вот так выглядит балкон. Балкон довольно маленького размера. Здесь, в принципе, можно поставить столик и стульчик, чтобы сидеть, чай пить. Но здесь именно конец района. То есть, мы здесь выходим на окраину. Это вот административное здание энергокомпании. Видно там эти катушки. И вот сам, как бы, такой бетонный блок. То есть, квартира реально очень маленькая. Но, тем не менее, смотрится неплохо. То есть, опять же, говорю, это 4,5 миллиона крон. Посудомойка тут есть. Индукционная плита. Мойка довольно такая нестандартный дизайн, я бы сказала. Больше похожа на ванны. Давайте поглядим, что здесь внутри. Вот сама ванна как выглядит. Ну, ванна, в принципе, для студии выглядит очень даже достойно. С телом видно, как камера снимает 3D. То есть, это просто камера вращается. В общем, забавно смотрится. Сама ванна. То есть, в принципе, все это так выглядит. Ну, я вижу, даже крючки висят на ванной. Такие специальные цветочки. И я так понимаю, в этой квартире особо никто не жил. Эта квартира, в принципе, сдается... Ну, то есть, она, в принципе, она покупалась как инвестиция. Хотя, нет, я ошибаюсь. Господа, видите, здесь есть небольшие типа ржавчины. Не знаю, типа грязи внизу. Но, скорее всего, здесь жили. Просто не все хорошо отмыли. Вот кто его знает. Итак, мы посмотрели. Квартира реально крохотного размера. И цена у нее уже впечатляет. В принципе, если вот устраивать здесь жилье, если взять кровать покомпактнее, можно поставить столик с компьютером, если вы работаете из дома. В целом, уместиться можно. Но я бы сказал, что это квартира максимум на одного человека или на двух, которые планируют расширяться в будущем. Так, и давайте посмотрим, что здесь у нас сдается. Здесь уже более интересный вариант. Квартира за 13 тысяч крон. Плюс коммунальные платежи 2,5 тысячи крон. Это примерно коммуналка 7 тысяч рублей, 7 500. И давайте посмотрим, что здесь у нас имеется. 3D проекции здесь нет. Видимо, не заказывали эти покупатели. Но видно, что здесь уже расположили кровать более оптимальным образом. То есть поставили столик, трюмо. Кровать расположена так, чтобы больше оставалось места. Я вот считаю, что барная стойка, да, была лишней. Потому что она реально занимает место. Вот такая кухня здесь смотрится более уместно. Опять же, аренда 13 тысяч крон. Это одна из самых низких в Праге. Но я считаю, что здесь, конечно, этого не стоит. Ну, квартира, конечно, неплохая. Сделать столик, два стула. Но я считаю, что можно и лучше варианты найти. Что могу сказать? Ну, то есть вы здесь можете снять квартиру. Все включено. Включая коммуналку, 15 тысяч крон. Это примерно 45-50 тысяч рублей. Квартира с мебелью. Для примера я снимаю сейчас двухкомнатную квартиру. 50 квадратов примерно у меня. И, соответственно, у меня без мебели. Я плачу 22 тысячи с половиной крон. С поплатками, со всеми коммунальными платежами. Здесь квартира, понятно, что студия, крохотная, маленькая. Вы платите 15 тысяч крон вместе с коммуналками. И у вас включена еще мебель. Ну, это идеальная квартира, когда вы приехали вот работать. Или вы студент. Ну, скажем так, средняя зарплата в Праге 1040. 40-50. А вообще, минимальная для экспата, который приезжает сюда работать, это 60-70 тысяч крон. То есть, у вас на жизнь будет оставаться 40 тысяч крон. А то и больше. То есть, вы можете там и начать копить на ипотеку, если хотите. Ну, либо, как говорится, развиваться. Сам дом выглядит внутри довольно неплохо. Все современно. Ну, и самое главное, в чем я хочу сказать, что, ну, видно, что все довольно так уютненько. Хотя и очень простенько. Я бы сказал, что выглядит бедненько, но чистенько. Но, к сожалению, цены довольно высокие. Еще раз я замечу, что на старте продаж эти квартиры стоили в два раза дешевле. Полтора-2 миллиона крон. Эти цены сам лично видел. Когда я квартиры рассматривал, я эти дома даже не смотрел как вариант. Потому что мне они не понравились дизайном. Ну, как они выглядели. Но, тем не менее, если бы я купил тогда эту квартиру здесь, я бы уже смог заработать 2 миллиона крон. Потому что, смотрите, в этом жилом квартале только одна квартира сдается и одна квартира продается. Ну, как вы сами понимаете, это о чем-то уже говорит. То есть, здесь реально все жилье скупили и сняли. То есть, как бы здесь пользуется это все спросом. И самый главный момент. Здесь есть еще в комплекте гараж. Фотки этой нет. Но, тем не менее, вот указано, что аренда у вас расходов на гаражную. Вот это все, как он называется, инфраструктуру. 646 крон в месяц и 166 крон за кладовку. Это, видимо, аренда, кстати, довольно дорого. В общем, это нужно иметь в виду. Это тоже включено в коммуналку. Если смотреть, опять же, квартиру, которая сдается. Здесь, походу, гаража в комплекте нет. То есть, это квартира крохотная, маленькая студия. Здесь гараж нужно отдельно арендовать. За 1000 крон. Это примерно 2500, 3000, 3000 с копейками рублей в месяц. Так, ну что ж. А теперь давайте поглядим, как этот район выглядит с высоты птичьего полета. Я использую Google Maps с 3D графикой. Довольно все неплохо видно. И давайте заценим, где же живут здесь люди. Здесь видно, что район уже обновленный. То есть, здесь нет никаких строительных лесов. Зеленые полянки, зеленые дворы. Нет никаких строительных материалов. И где он находится? Как я уже говорил, здесь железнодорожная станция, депо. Скоростная линия находится дальше. Она огорожена, соответственно, деревьями. Вот здесь она расположена. Чтобы сюда просто так не добраться. И у нас здесь находится основная, как бы, жилая зона. Называется она Крейчарык. Как я уже говорил, на верхнем этаже расположены квартиры дорогие. То есть, типа пентхаусы с большой террасой. Внизу расположены, соответственно, квартиры с заградкой. Справа расположены дачные вот эти маленькие поселки. Это реальные дачи. Здесь чехи ухаживают, делают огородики. Это, по сути, как дачный участок у вас в городе. Даже есть, я вижу, бассейны. Бассейны, как внутри, в земле сделаны. Такие в виде просто, вот такое, как бы, сейчас модно делать. Вот на земле, в виде такого большого этого тазика. Так, давайте посмотрим, что еще справа здесь есть. Здесь, наверху, находится такой большой зеленый парк. Скорее, даже не парк. Это тоже какая-то такая дачная зона. Здесь дальше можно пойти погулять. Различные есть объекты. И давайте поглядим район, где это все находится. Как видно, здесь малоэтажная застройка. Базовая, которая здесь была. Многоэтажек очень мало. Если есть, то это обычно офисные здания. И, как правило, районы, которые, вот новые дома, вот строятся в таком виде. То есть, это максимум раз, два, три, четыре, пять, шесть этажей. Кстати, шесть этажей для Праги – это такая, знаете, золотая цифра. Вот сам район, зеленые дворы. Вот как выглядит парковка во дворе в некоторых местах. И вот большая железная дорога. Она идет в центр Праги. На Масарикова, на Дрожи, на Главный, на Дрожи. Здесь ездят скоростные поезда. Здесь довольно активное движение. Но при всем при этом все довольно тихо и незаметно катается. Потому что здесь без таковой рельсы. Сразу давайте покажу вот это элитное здание Central Group. Это элитный дом. Он не элитный, скорее он просто очень дорогой. Почему он дорогой? Потому что квартира большого размера. И наверху, например, здесь расположена огромная терраса. Вот здесь видно, что квартира на верхнем этаже. И у нее просто половина, знаете, огромный кусок крыши выделен под свои цели. Здесь на карте этого ничего не показано. Но когда люди начинают там жить, они обычно начинают там делать типа пати-вечеринки. Это торговый центр. Куда я хожу в спортзал заниматься. Это бизнес-центр тут же сделан. Везде есть подземные паркинги. Вот, кстати, оригинальное архитектурное строение. С такими необычными балкончиками я его видел. И самый главный момент, который нужно иметь в виду, покупая жилье в Праге. Всегда есть возможность купить хороший дом, хорошую квартиру в городе. И вы, к сожалению, будете иметь вид на железную дорогу, либо на какую-то промзону. Даже в улетенном доме это, знаете, как бы неизбежно. Вот я даже вам покажу. Вот это О-2 арена, где концерты проходят. Прикольное здание. Новые тоже дома здесь офисные центры строят. И вот пример, к примеру, вот хорошего очень такого полуэлитного дома, где у меня живут знакомые. Так вот, в этом доме наверху тоже есть пентхаус. Как видите, довольно крутой. Но, к сожалению, этот центр города, здесь выход, окон. Вы будете смотреть на какую-то небольшую промзону, какие-то гаражи, какие-то мастерские. Справа тоже ничего красивого нет. Поэтому, да, имейте в виду, когда вы покупаете жилье в городе, вы получаете отличную инфраструктуру, шикарнейшие условия, транспортную доступность, отличные условия вообще в самом доме. Но, к сожалению, вид не всегда может быть красивым. Давайте поглядим, как это все выглядит. Вот моя, допустим, Чешско-Маравская улица, где я живу здесь. Вот здесь ездят поезда. И вот давайте поглядим. Дорога эта малоскоростная. 50 км в час. Это нескоростная дорога. Здесь вокзал на Дрожилибень. Вот здесь уже строятся дома, где я буду жить. Дом, квартира находится на этом этаже. И что, как бы, интересно заметить, этого не было видно на дроне. Активно строят насыпь. Вот такая высокая насыпь. Она получится, как гора высотой, примерно до, наверное, этажа 4-го. Ну, может быть, 3-го. И она будет полностью изолировать данные дома от шума. Шум будет идти сюда и уходить вверх. Но по физике это работает. Но, как я уже говорил, шум минималит железнодороги скорее шелест. Потому что там нет стыков. И подвеску поездов современной, она как бы не гремит. Здесь, опять же, школа средняя, стадионы. Здесь будет маленький зеленый дворик. И машин здесь не будет. Поэтому здесь у нас, соответственно, достаточно все компактно. И вот сейчас сносится вот этот участок огромный. Это уже снесли. Здесь уже обычная земля. Здесь у меня был кроссфит-клуб, куда я ходил. Его тоже уже снесли. Здесь ничего нет. И вот Новохарф, район, где я живу. Вот этот жилой район, он считается эконом-класса достаточно. Причем эконом-класс это вот эта правая часть комплекса жилого. А то, что слева, это уже чуть выше уровня квартиры. Потому что, ну как это можно определить? У меня, например, окна обычные, а вот здесь окна в пол. Балкон сделан, прям такие, знаете, когда окна в пол. Ну, не все. Далее здесь строится, начинается новое жилье. Я вот обращу один такой прикольный момент. Это таунхаусы. Двухэтажный таунхаус на 4 на 5 комнат. Там примерно 120 метров. Это реально крутая штука, потому что вы живете прямо в городе с видом на зелье. И как мы видим, здесь люди живут, у них шикарно вид на парк. Но, к сожалению, сейчас здесь идет стройка, поэтому у них это все будет испорчено. Вот дома более дорогие. Это вот рядом со мной. Это спортплощадка, где я заниматься хожу. И вот здесь также начинают застраивать. Как мы видим, стройка идет и вокруг ничего не трогают. То есть, есть детская площадка, есть пруды какие-то здесь, эти амфитеатры. Все довольно неплохо выглядит. Зеленые, как говорится, моменты. Здесь вот расположен чуть дальше ЮИД-квартал. Здесь финский застройщик строит дома. Эти дома уже сданы, эти дома еще строятся. Раньше здесь была просто дичайшая промзона. Я здесь лично гулял, смотрел. Тут реально были дома с такими разбитыми окнами. И я так понимаю, сейчас все, что вот это не приносит прибыли и занимает много места, это все сносит и строит нормальный жилой квартал. Причем со всеми инфраструктурными объектами. То есть, я как понимаю, здесь будет делаться и школа и так далее. И вот сами домики, как мы видим. Здесь этажность у них очень небольшая. Крайфка здесь, конечно, не очень. Но вот можно увидеть, что раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я замечу, опять шесть этажей. То есть, как бы это прям вот такой золотой стандарт в Праге. Дальше, что у нас? Здесь зеленые-зеленые поля, полянки. Малогабаритная застройка, малоэтажная. Здесь находится трамвайный парк. Флоубитин. Гнездо трамваев, которые катаются. Не знаю, что здесь происходит. Такое ощущение, что здесь что-то перестраивают. Но это нужно смотреть. И давайте поглядим. Вот если человек к вам приходит и говорит, а я не хочу жить в городе. Вот, кстати, давайте покажу. Кержев, блин. Это элитное жилье. Тут реально очень дорогие квартиры. Они стоят в два-три раза дороже, чем квартиры в моем районе. То есть здесь, например, въезд на территорию только со шлагбаума. То есть так просто сюда не въехать. Вот подземный паркинг, видно вот там дальше под домами. Есть большой, есть на улице парковка бесплатная. И на территорию, как я понимаю, в принципе, не войти без пропуска или без своего ключа. То есть, в принципе, здесь пройти можно, как я понимаю. Но там сидит охранник, я ни разу не ходил. Возможно, он спросит, куда вы идете. И вот здесь находится реально элитное жилье. Здесь сразу озеро, здесь пирс, и в озере можно купаться. Я здесь не купался, я здесь утопил дрона. Но, тем не менее, здесь прикольно гулять и кататься на велосипеде. Здесь даже находится место для шашлыков специально, куда можно прийти в лесу и сделать шашлыки. И в чем прикол? Почему я решил купить вообще ипотеку около железной дороги? Смотрите, я когда здесь на беговой дорожке катался на велосипеде, вот здесь я ездил, да, и вот находится дом. И я вот так здесь проезжаю, слышу, что здесь проезжает поезд. Но он не громко проезжает, а так шелестит, знаете, как бы, ну и слышно его. И я такой подумал, ёпарас, это элитное жилье, и люди не парятся, у них рядом железная дорога. И я решил, что больше для меня это не блогер. Ну вот даже смотрите пример. Вот здесь находятся тоже такие индивидуальные жилые проекты, довольно дорогие. Здесь, наверное, ничего не слышно, который ниже уровня. Даже бассейн, видно, сделан крыто большой. А вот здесь, наверное, люди, которые живут, железная дорога, возможно, должна им доставлять неудобства. Но, тем не менее, у них всё в этом плане хорошо. И давайте посмотрим, если вы хотите поехать жить в Праге, как в Девяткино. То есть вы говорите, я не хочу жить с видом на железную дорогу, я хочу жить на окраине города, чтобы всё было клёво. Давайте поглядим такие жилые районы. Вот, например, это Гбели. Это район недалеко от аэропорта военного. И вот так он выглядит. То есть это типичный жилой район в Праге, который строится за городом. Вокруг зелёные поля, леса и, как я обращу ещё внимание, раз, два, три, четыре всего этажа. То есть этажность в данном случае это требование качества жилья. Я даже вот обращу внимание, у кого-то даже есть бассейн. Тут и сделал себе бассейн прямо на участке. Но это респект людям. И, я так понимаю, смотрите, в чём ещё прикол. Это разрешено. То есть никто не говорит, что я, типа, здесь не позволю вам делать бассейн. Вот так выглядит жильё. Оно, кстати, стоит гораздо дешевле, чем если бы прямо в городе брать. И, соответственно, здесь твои нюансы. Это вот Чёрный мост у нас район. Чёрный мост. Это старая застройка, панеляки, панельные дома. На самом деле это считается очень дешёвое жильё. Так как здесь нет подземных паркингов. Дома считаются старыми, современными. Но, вот вы знаете, когда я смотрю на эти дворы, на эти дворы, да, как они сделаны. Вижу на эти аккуратные парковки. Не вижу никого на газоне. Да, машин много стоит. Но как это всё выглядит сверху, да, мне это гораздо больше нравится, чем то, что у нас делают в принципе. Причём эти дома, я замечу, панеляки, их модифицируют. Вот эти верхние этажи, их превращают, между прочим, в пентхаус. То есть это двухуровневые квартиры, которые имеют элитный уровень. То есть там прям реально всё очень клёво сделано и выглядит. И давайте поглядим район, который называется Студулки. Это один из районов, который часто приводят в пример. Он находится реально далековато от Праги. Ну, точнее, он находится в Праге, но не так близко, как остальные районы. Давайте поглядим, как здесь строится. Здесь очень много нового жилья. И можно посмотреть, как оно выглядит. Вот, смотрите, вот Студулки старый район. Панельные дома. Причём тоже он смотрится достаточно, знаете, как красиво смотрится. Вот станция метро большая. С торговым центром таким. Но это прям старый район. А вот новый район. Прямо здесь находится станция метро. Это бизнес-центр. Бизнес-центр. Опять же, Сименс бизнес-центр. И вот уже пошло жильё. То есть, вот это сейчас бизнес-зона. И вот такие домики. Это уже считается тоже недорогое жильё эконом-класс. То есть, оно здесь и дорогое есть, и недорогое. Я вижу, пошла активная стройка с подземными паркингами. Этого раньше не было, когда я здесь проезжал раньше. И вот есть высокие дома. Их всего на весь район. Две штуки. Раз и два. То есть, я обращу внимание, сколько здесь многоэтажек. Их вообще нет. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь этажей максимум. То есть, строится, старается очень-очень компактно. Причём есть, как я вижу, малогабаритные домики. Вот эти маленькие домики. Это просто, видимо, сделано, чтобы был прям уют. И вот сам район так выглядит. Здесь опять же, везде есть подземные паркинги. И вот так это всё организовано. И тут же рядом зелёное поле. Оно вряд ли будет застраиваться. Но вид, на самом деле, отсюда реально красивый. Если мы хотим прям настоящее элитное жильё. Есть квартал, называется Бритская четверть. Это таунхаусы. Они рассчитаны на две семьи. То есть, тут две квартиры. Сделано специально, чтобы было дешевле. Такие есть нюансы по Праге. Скажу честно, выглядит достаточно скучно. То есть, вот если посмотреть на эти дома. Они суперсовременные. Они супермодные. Тут есть, например, батареи у некоторых установленные. Эти электрические, эти солнечные. Но они все одинаковые. То есть, у них различается, конечно, там, когда я гулял, отличается отделка. Местами. Но в остальном дома одинаковые. Но, тем не менее, это черта города. Рядом станция метро. Вы живёте в таунхаусе, два этажа. У вас здоровый свой есть зелёный парк. С бассейном. Можете бассейн. Или поставить. Или вот, смотрите, здесь бассейн. Просто в земле сделали. Крытый. Чтобы листья не падали. И вы живёте в своём доме. Ну, правда, через одну стенку соседями. Но, тем не менее. И вижу, идёт активная ещё здесь застройка. Рядом, опять же, магазины. Икея. Тут какая-то огромная парковка сделана. Или не парковка. Просто какая-то зона. В общем, так это всё выглядит. А вот сама, кстати, парковка. Так вот сделана забавно. В виде веера такого необычного. Итак, мы доехали до конца. В принципе, надеюсь, что видео было для вас полезным и познавательным. Если будут вопросы, пишите комментарии. Постараюсь исправить ошибки. И сделать следующее видео ещё лучше. Всем пока.